Синоптики Синоптиков верите? Ну да, максимум на 10 дней вперед. На 10 дней вперед. А вам планировать по вашей должности приходится на какие сроки? Планировать приходится не по погоде, а по готовности. По погоде, по крайней мере, первые 10 дней, то, что мы видим, это будет продолжение бабьего лета, насколько мы понимаем. То есть у вас есть информация, наверное, еще более важная сейчас для зрителя, чем отопительный сезон, что бабье лето может быть 10 дней продолжается? Да, ну еще как минимум следующую недельку до конца. Ну неплохо бы. Вот у нас, к сожалению, другая информация. Я почему спросил, верите ли вы прогнозу или нет? Мне вот просто любопытно. Вот опираясь на такой прогноз, ну вот видите, у вас один, у меня другой. Вы как строите план, когда вообще отопительный сезон должен начаться? Отопительный сезон у нас регламентирован строго. Это в течение 5 дней. То есть температура, средняя температура, среднесуточная, должна быть ниже 8 градусов, плюс 8. Ну в этом году примерно, вы вот знаете, когда это будет? Вам же надо точно знать, к какому числу все должно быть готово у вас. Ну опираясь на статистику, отопительный сезон, как правило, начинается с 1 по 15 октября. Хорошо. То есть здесь вы опираетесь все-таки на статистику. Это по-вашему более точная наука. Но все-таки это устретненно. Было когда-нибудь, что он раньше или позже? Бывало. На самом деле детские сады, школы, как правило, затапливаются раньше. Вот почему спрашиваю? Смотрите, синоптику я подозреваю ничего не будет, если он даст неверный прогноз. Ну, не знаю насчет, конечно, более верных прогнозов. Может быть, конечно, кому-то из остальных будет. А вот вам лично, жителям нашей области, если прогноз неверный и к отопительному сезону, к нужному сроку мы не готовы, чем это все грозит? Ну, почему мы не готовы к отопительному сезону? К нужному сроку мы обязаны и будем готовы. На сегодняшний день у нас проценты немножко повыше, чем сказал ваш коллега. В начале передачи у нас по котельным порядка уже к 90% приближается готовность, техническая готовность. Паспорта готовности должны будут получены быть 15, ну, в данном случае 17 сентября. И по жилому фонду у нас уже свыше 90% готовность к отопительному сезону. Ну, цифры хорошие, но у нас, кстати, есть информация о горячих точках. Перейдем к ней чуть попозже. Сейчас предлагаю подвести промежуточные итоги интерактивного голосования. Мы сейчас с вами на них смотрели. У зрителя мы спрашивали, отопительный сезон от срыва спасет жесткий контроль или автономное отопление? Вот что там у нас сейчас отвечает? Так, большинство у нас за жесткий контроль. Все-таки все хотят, чтобы их централизованно отапливаем. Что скажете? Достаточно у нас сейчас контроля? Контролируем. Я не знаю, как может быть достаточно контроля. Контролируем. Пытаемся, значит, проверять. Значит, и департамент делает объезды по котельным. Конечно, все котельные, 735 котельных, но люди, наши люди не смогут все объявить. Но здесь, в общем-то, во многих муниципалитетах есть... А вы говорите, как может быть достаточно или недостаточно контроля? Понимаете, как контрольные функции все-таки и обеспечение теплом – это дело, в общем-то, муниципальных властей в первую очередь. И они должны понимать всю ответственность свою, значит, перед жителями за это. Мы вспомогательны, мы помогаем, мы устраняем какие-то, значит, вот, как вы говорите, горячие точки. Мы помогаем, значит, муниципалитетам, значит, и в финансировании, и, значит, в подготовке к отопительному сезону. Но не дело, значит, департамента и не дело областной власти заниматься каждой котельной. Это дело именно муниципалитетов. Давайте тогда перейдем вот к чему. Смотрите, вот интерактив мы сейчас подвели. Вообще вот сама идея, там спрашивалось, не лучше ли перейти на автономные источники отопления. Вот для вас она приемлема или нет? Не совсем. Понимаете, как мы в этом году начинаем разработку схем теплоснабжения муниципальных образований, которые покажут, в каком муниципальном образовании лучше перейти и будет экономичнее на индивидуалку, в каком, значит, муниципальном образовании, значит, оставить центральное теплоснабжение, при этом перераспределить нагрузки тепловые, гидравлические и так далее. То есть сейчас пока вот так сказать, что эта котельная нужна, а вместо этих трех надо две поставить, на самом деле это неправильно и нельзя так говорить. Наверное, я поняла, что вы сейчас хотите заговорить уже о деньгах. Ну вот мы у людей спрашивали, они-то считают, как, это же напрямую от них зависит. То есть вот достаточно ли платят для того, чтобы получать хорошую, качественную услугу? Сейчас давайте обратим внимание на экран, что люди говорят. За что платят такие громадные деньги? Я не знаю. Мне, например, приходится на хлеб экономик, чтобы за отопление платить. Много плачу, потому что у меня холодно, четвертый этаж. Топит нам очень плохо. Не нравится мне это. Холодно, а приходится обогревателем пользоваться. Так что хотелось бы за то, что мы денежку вкладываем, чтобы нам и отдача была хорошая. Надь, мы достаточно. Мы переплачиваем. Переплачиваем. Да, ты говоришь? Есть у меня еще один. Но я бы сказала, вопрос больше эмоциональный, чем по содержанию, чтобы ответить. Для вас, может быть, будет интересно. Но, по-моему, он отражает ситуацию. Вот в Твиттере Наумов Максим спрашивает. Вопросов два. Как часто они смотрят на календарь старта топительного сезона? И почему я плачу тысячу рублей в месяц целый год? В принципе, я бы сказала, что у этого вопроса даже нет знака вопроса в конце. Это пять восклицательных знаков. Вот что скажете, действительно. Вот то, что сейчас вы видели о людях. Для вас это как бы... Нет, то, что желание людей видеть за свои деньги ту услугу, которую они ожидают, это нормально. И мне так хочется. То есть, это оправданное нежелание переплачиваться? Во многом, да. Понимаете, значит, где-то люди действительно мерзнут. Но это опять возвращаясь к тем схемам, про которые я говорю. Где-то люди мерзнут, а где-то у нас идут перетопы, перетапливаются дома. Понимаете? И, значит, во многих муниципальных образованиях сложилась задолженность перед газовиками именно из-за того, что они перетапливают. При этом люди все равно тепло не получают. То есть, ставят более мощные котлы, которые нужно менять. На горячую воду, значит, топятся котлами. До сих пор еще существует открытая система теплоснабжения, которую, значит, нам нужно исключить до 2022 года. Вот. Это есть, это так. Ну, хорошо. Вы говорите, что неэффективна сама, получается, система отопления. Пока, да. А сколько стоит ее поменять, сделать ее эффективной? Вообще, вот существуют ли какие-то сроки? Вот вы сейчас говорили про открытые отопления. Ну, а вот если все поменять? Все поменять. Сделать так, как надо. Значит, ну, пока то, что, ну, это полпалец потолок, как говорится. Значит, на наше коммунальное хозяйство оценка где-то порядка 45 миллиардов рублей, чтобы она соответствовала действительно тем требованиям, которые выдвигают люди. То есть, это на данный момент, я так понимаю, совершенно нереальная сумма? Это сумма нереальная, это сумма неточная. Значит, для этого мы сейчас начинаем разрабатывать концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства. Но, к сожалению, на 2013 год эта программа уже однозначно не войдет. Потому что начало разработки мы буквально несколько недель назад только саму концепцию начали разрабатывать. Но, я думаю, с 2014 года она заработает. На самом деле, я так поздравляю, что зритель, который сейчас нас смотрит, уже понял, что вы просто сказали, отопления не будет. Вот этими своими словами. А буквально вот несколько минут назад вы сказали, что мы уже практически готовы к зиме. В чем же мы тогда готовы? Мы готовы пока по старым схемам. У нас есть готовность, техническая готовность котельных, есть техническая готовность жилфонда, есть техническая готовность тепловых сетей. То есть, это то, что есть. Другое дело, что, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, пока эта система неэффективна. Хорошо. Тогда еще вопросы с твиттера. Дмитрий Гальтиков спрашивает, насколько процентов готовы к зиме управляющие компании и котельные по районам? Ну, в частности, мы с вами уже называли, да. По самим управляющим компаниям я не знаю, готовы они к зиме или нет. Я могу говорить только о жилом фонде, который готовится. Значит, это мы уже все оговаривали с вами. По районам, по самим, если говорить, то на сегодняшний день пока, если брать вкупы и жилфонд, и сети, и водоснабжение, и котельные, у нас один из отстающих, это Узловский район. К сожалению, пока так. Есть еще проблемы. Сроки решения этой проблемы. Сроки решения мы решаем. То есть, отопительный сезон у них начнется, должен начаться так же, как и во всех муниципальных образованиях. Мы решаем это посредством и административных ресурсов, и привлекаем денежные средства, перекидываем с других программ, чтобы закрыть дыры, которые образовались. Но они менее важны, они не влияют на подготовку к зиме. Это идет внутри бюджета области Перевороска. Хорошо, если сейчас вы не готовы ответить. В принципе, я могу вам предоставить возможность пообщаться еще с людьми. Есть у нас еще вопросы в Твиттере. Вот у нас тут вопрос. Что же будет с Велегожем, как там дела? Я напомню зрителям, мы вчера буквально показывали сюжет о проблемах в Велегоже. Вам они известны? Конечно. Сегодня поднимался этот вопрос на встречу губернатора. Владимир Сергеевич взял это под личный контроль. Сегодня же мы встречались с главой муниципального образования. И в пятницу мы приглашаем в том числе и руководство пансионата Велегож и главу муниципального образования Страховская, по вине которого сложилась такая ситуация. Ситуация там из трех домов, причем выделены деньги были давно, документация была передана уже в июне на два из трех домов. Значит, вот с тех пор никто ничего не делал. Только сейчас начались работы в первом доме, и мы думаем, что первый дом мы успеем сделать до отопительного сезона, перевести на индивидуальные источники теплоснажения. Два других, скорее всего, что будут отапливаться от той котельной, которая их топила до того, от котельной пансионата. Это решение проблемы или нет? Решение, конечно, решение. Люди с теплом будут. Так, ну что ж, еще один вопрос. Тоже горячая точка, поселок Ламинцевский, Щекинского района. Котельная не готова, нам пишет Тамара Каурова. К ремонтным работам только начинают приступать. Власть успокаивает, что запустят два котла вместо четырех, как положено. Это так? Нет, не так. А как? Тамара Каурова, насколько я знаю, никакого отношения к этой котельной не имеет. На самом деле все четыре котла опрессованы, промыты. Техническая готовность котельной уже есть. И более того, сейчас идет модернизация котельной. Они должны до отопительного сезона поставить дополнительную автоматику, современную автоматику безопасности по газу. Котельная готова. Ну что ж, я рассчитываю на то, что все, что вы сегодня сказали, это правда. Потому что все понимают, что буквально через месяц, наверное, все мы уже сможем проверить ваши слова. Спасибо вам большое. Безусловно. Тем более Владимир Сергеевич сегодня сказал, что мы должны быть открыты и преподносить все так, как есть. Люди могут это проверить. Спасибо вам большое. К сожалению, временно наша программа подошла к концу. Продолжение следует... Продолжение следует...